доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели собственно сегодня у нас пятница 1 пятница месяца и мы наконец-таки дождались долгожданного я надеюсь отчета по состоянию американского рынка труда но он фарм пэрлс который будет пытаться дать нам новый сигнал относительно дальнейших изменений монетарной политики а может быть даже для нас важнее сейчас понять целом состоянии американской экономики потому что с процентными ставками мы вроде бы как уже разобрались даже если джером паула с ни с того ни сего решить все-таки вернуться к более агрессивному подходу по нормализации денежно-кредитного курса мы знаем что есть политический якорь и для него тормоз это на дональд трамп который всячески при любой возможности начинает критиковать действия американского регулятора и в принципе вчерашний день не стал исключением хотя реакция доллара была довольно вялая в общем понять что происходит с американской экономикой сейчас важнее потому что где-то там вокруг да около ходят разговоры о рецессии я бы не стал заявлять сейчас о том что она неминуема но есть друзья отдельные индикаторы опережающие скажем так который указывает на то что буксу и том числе американской экономикой может быть это проблема не только сша наверное так и есть это проблемы общей мировой экономики и во что не упираются кто-то считает что в конфликта между сша и китаем а кто-то считает что ноги растут именно в слабости исключительно экономики поднебесной слабость которая определяется неплохими отношениями сша а тем что китай просто уже достиг своего пика из-за очень серьезных изменений я имею ввиду на национальном рынке труда из-за того что китай выбрал все свободные ресурсы которыми китайская экономика последние десятилетия была обеспечена за счет демографического взрыва сейчас уже промпроизводства не удается держать на высоких показателях с прежними показателями рентабельности в общем проблем наверное в мировой экономике хватает если вам эта тема совсем интересно я думаю что можно найти очень много толковых и статей по данной тематике чтобы расширить свой кругозор и понять что ситуация на текущий момент а вновь возвращает нас к разговорам цикличности всех процессов в мировой экономике и последний кризис который состоялся был 10 лет назад может быть все все идет к тому что очень скоро разразиться новый но не буду хорошо сгущать особо краски наверное нам стоит быть более приземленными к тому что происходит в контексте хотя бы нескольких недель ну максимум нескольких месяцев поэтому давайте просто для общего развития иметь это ввиду ну все-таки фокусироваться больше на том что происходит здесь и сейчас друзья сегодня по экономическому календарю я предлагаю обратить внимание на данные по промышленному производству германии прям совсем скоро выйдет этот отсчет это для того чтобы еще раз убедиться в том что ведущий массив валютного блока его двигатель давно заглох в плане промышленного производства я буду ну крайне удивлен невозможно даже выразить словами насколько если сегодня мы увидим хорошие цифры по промышленному производству это будет самый настоящий парадокс я думаю что все-таки логика восторжествует сегодня мы поработаем со слабыми цифрами которые а в целом очень хорошо накладываются на вчерашнюю риторику европейского центрального банка как следствие публикации итогов скажем не то чтобы заседание это своего рода протоколы европейского центрального банка по монетарной политике или как в экономических календарях значатся общие сведения по тому курсу который сейчас а проводится мы поговорим сейчас о евре вы поймете в целом к чему я клоню но надеюсь что даже уже заранее знаете статистика по германии конечно же хорошо это то что позволит нам еще раз убедиться в том что мы правильно делаем продавая евро но куда более интересные релизы это non-farm payrolls 15-30 по московскому времени сразу и уровень безработицы и количество новых рабочих мест вместе из хозяйства сектора темпы роста заработных плат выбирайте что он нравится больше всего я всегда ориентируясь на темп роста заработных плат потому что это как раз и есть самый крутой опережающий индикатор ситуации с инфляцией но и общее количество новых рабочих мест сейчас мне интересно посмотреть на цифры потому что последние были прям рекордсменами ну за прошлый месяц вы помните нонки показали прирост новых рабочих мест на 20 тысяч мы это связали с шатдауном что будет сейчас не ясно хотя в среду у нас вышли данные по иди пи и мы также в среду сделали вывод о том что все таки картина может оказаться хуже чем прогнозирует оптимисты я не ставлю на хорошие цифры думаю что отчет сегодня больше разочарует и конечно же в это же время в 15-30 выйдет еще отчет по рынку труда а канады мы спекулируем пары доллар канадца мы делаем акцент на то что канадская валюта снизится и сегодня в случае выхода плохих данных мы сможем побороться за сопротивление 1 35 сейчас пара юсдикат подрастает друзья 13360 140 пунктов но кажется очень много но не с таким фундаментом при таких отчетах 140 пунктов доллар канале сможет пройти довольно таки быстро это опять же доказано уже исторически я приводил не раз параллели даже если на брифингах на этой неделе то в прошлые разы точно рассказывал как канадец реагирует на такую важную статистику но теперь давайте подробнее по основным инструментом нефтянка прям здесь на нотке оптимизма я друзья поздравляю вас мы коснулись по бренду сопротивление 70 долларов за баррель чуть-чуть даже повыше были хочется мне верить то что вы все-таки приняли решение дождавшись того что произошло пофиксить результаты все-таки насладиться профитом потому что он был выстраданным но очень долго мы находились в этих длинных позициях очень часто фон менялся заставлял опять же на рынке рынку лучше скажем так навязывать позицию оптимистом что вы не правы нужно продавать нефть потому что очень много сигналов по активности американских производителей очень много сигналов а связанных с оспадом глобального мирового экономического роста что негативно отразится на стоимости углеводородов через спрос на них и так далее это конечно же все было так но мы находили друзья локальные позитивные факторы в итоге они стали достойным катализатором для того чтобы мы оказались вот там где оказались я из позиции вышел друзья я надеюсь то что вы поступили так же если кто-то из вас продолжает держать длинные позиции удачи вам я в принципе на вашей стороне мы пока не переходим к продажам но уверен с 90 процентами вероятности что следующая сделка которую я дам по нефтянке нам будет предполагать снижение по новостному фону ничего нового как мы говорили по статистике по запасам да эта статистика сначала немного притопила буквально а в среду нефтянку мы хотели по бренду добраться до этого уровня еще в середине недели но загад не бывает богатый и мы в итоге только вот вчера оказались на этом уровне запаса действительно подпортили настроение но я параллельно делал акцент на то что мы ждем новости по переговорам между сша и китаем и они должны стать дополнительным подспорьем для того чтобы мы забрались повыше и действительно вчерашние новости снова связаны с якобы достигнутом прогрессе это кстати девятый раунд переговоров уже те же самые заявления о том что очень много вопросов удалось закрытия но в то же время есть еще те которые не удается поместить именно а в секцию закрытых вопросы по которым идет еще идет обсуждение и даже вот трампа комментируя результаты хотя наверное их еще рано подводить но все-таки наверное уже раз трамп сделал заявление можно трамп отметил что нечто монументальное в прямом переводе и великое будет озвучено а в ближайшей неделе я позволю себе сказать друзья что это всего лишь формальные заявления которые ничего не значит а потому что сколько раз мы уже слышали нечто подобное напоминаю вам даже 2018 года примерно начало четвертого квартала когда мы также готовились что конфликт будет исчерпан торговый между ведущими экономиками мира а собственно в четверг пришли заявление от трампа тогда я помню очень хорошо я сейчас не буду называть конкретную дату потому что так не помню то что страны близки к соглашению и при этом мы уходим на выходные и в понедельник настроение на рынке быстро меняются потому что ни с того ни сего сша устанавливают импортные пошлины на 50 процентов китайского экспорта получается поэтому не будем давайте преувеличивать значимости вчерашних заявлений мы пока что не говорим с вами о том что встреча на высочайшем уровне между си дзиньпином и трампом состоится вот тогда то тогда то нас нет этой даты на основании этого я делаю вывод о том что прежде чем эта встреча будет организована нужно еще закрыть вопросы которые остаются открытыми и на этой неделе закрыть их не удалось в общем переговоры будут продолжены ну и бог с ними мы за ними будем следить друзья в данном случае раз было все-таки комментарии о позитиве его оказалось достаточно чтобы поддержать рыночное настроение и мы коснуться вот отметки 70 доллар иена 111 68 сейчас не буду опять уходить плоскости отношений между сша и китаем все-таки давайте поговорим о насущном сегодня non-farm payrolls у нас была слабенькая репетиция по иди пи плохие цифры из-за этих плохих цифр разумеется поехали ожидания потому что он фарм payrolls могут быть официальные данные сильными десятилетки 3 же сдержатся на нейтральном уровне 20 процента облигации также как и мы друзья ждут реальных цифр показатели потому что на основании а тех отчетов которые мы видим сегодня уже можно будет рассуждать о многих аспектах американской экономики я еще раз повторяю что склонен прогнозировать полагать это мое субъективное мнение что статистика будет не такой конечно же плохой как месяц назад но вряд ли мы дотянем по количеству новых рабочих мест точнее американская экономика выше 170 я думаю что где-то в диапазоне 150 170 это в лучшем случае я считаю что это плохие показатели они указывают на то что все-таки среднее уже очень сильно по количеству новых рабочих места за перспективу года а снизилась и это еще один сигнал того что американская экономика как бы нам не хотели заявлять и как бы нам не хотели комментировать ситуацию представителей федрезерва американская экономика все-таки дисконтирует эти глобальные риски довольно активно евро против доллара 1 12 26 европейская валюта в целом остается под давлением я предлагаю вашему вниманию вчерашние сведения по монетарной политики где снова было сказано что макроэкономическая кондитора очень сильно ухочилась статистика плохая данные все хуже и хуже и к сожалению нет даже признаков восстановления поэтому европейский центральный банк а принято решение отложить повышение процентных ставок возможно друзья даже до второго квартала 2020 года то есть очень сильно меняются эти ориентиры и плюс ко всему мы знаем то что европейский центральный банк на этом не остановится он понимает что нужно симулировать экономику прежними агрессивными инструментами такими как т.л. т.ро и вот мы ждем этот раунд ждем подробности и детали потому как будет выглядеть программу по каким срокам показателям доходности и так далее в общем проявление мягкой политики это сигнала почему евро будет снижаться в пользу этого также говорит и слабая экономическая конъюнктура новозеландец против доллара друзья 067 54 долго мы не говорили про новозеландца но сейчас закроем пробел новозеландец снижается очень близок к целевому ориентируем в районе 066 067 новозеландец а в частности я настаиваю на том что можно цепляться за идею того что резервный банк австралии может быть даже быстрее чем резервный банк австралии снизить процентную ставку я допускаю что произойдет друзья уже в мае соответственно давайте следите готовиться ждать такая же логика и по австралийцу мы на уровне 07123 и уповаем на то что политика остав более мягкой будет создавать условия для еще большего снижения этих инструментов у нас довольно скромные мне кажется ожидания по этим дуэтам инструментов по новозеландцу как я уже отметил потенциал профит еще около 100 150 пунктов в принципе по австралийцу около 100 пунктов думаю что эти цели будут сделаны доллар канадец в начале брифинга я отметил что целью нас 135 сегодня мы возлагаем большие надежды на слабую статистику по канадскому рынку труда потому что она скорее всего снова укажет на макроэкономическую слабость региона будет сигналом того что отчет по ввп который фактически будем разбирать через две недели а будет таким же удручающим и негативным как в прошлый раз и это повлияет на риторику банка канады я надеюсь вы помните и знаете о какой риторике мы сейчас говорим и помните что банк канады с некоторых пор вовсе свернул с дороги который предлагает рост процентных ставок поэтому я из этого делаю акцент на слабости канадского доллара и считаю что мы на этом можем неплохо заработать по британцу 13102 сейчас котировки политический фон остается превалирующим брейкзит неопределенности с этим выступает основным фактором давления палата общины накануне приняла законопроект который фактически заставляет резюме сделать все возможное но чтобы договориться с обрюселем о отсрочке брейкзита мы в принципе знали что отсрочка не именуемый скорее всего нам будет но мне вот интересно понаблюдать за развитием событий дальше потому что буквально в среду глава еврокомиссии юнкер сообщил о том что не согласится на какую-либо короткую отсрочку для англии если не будет одобрено соглашение соглашение по-прежнему как вы знаете нету поэтому давайте не будем упускать из вида еще дату 12 апреля эта дата которая значится как то самое хронологическое событие когда англия должна покинуть европейский союз возможно без сделки если не будет предложена альтернатива но возможно тереза мы сможет убедить брюссель все-таки продлить этот официальный выход я думаю что если ей удастся это сделать то скорее всего продлен этот выход будет не на месяц другой а возможно даже на год а значит англия а будет участвовать в европейских парламентских выборах такой длинный срок пролонгаться вот этого официального выхода поставит автоматом креста на карьере терезы мы потому что она не сможет так долго сохранять за собой премьерское кресло я думаю что даже факте возможного переноса сроков а все равно можно будет искать негатив друзья на этом собственно всем большое всем спасибо за внимание хорошей вам торговой а сессии всего доброго до свидания